В минувшую пятницу в актовом зале Дома молодежи состоялось августовское совещание педагогов, где подводили итоги учебного года и разбирали актуальные вопросы и решение их проблем. Эффективные механизмы новой общественной государственной системы воспитания детей и реализации стратегии в 2015-2016 учебном году под таким названием прошла ежегодная августовская конференция. Открыла конференцию Людмила Бессмертных, заместитель главы по социальным вопросам. Ветераны педагогического труда, родители, от имени главы Амурского муниципального района и от себя лично я рада вас всех сегодня приветствовать на традиционном августовском совещании. Хочу вас всех поздравить с наступающим новым учебным годом, пожелать вам успехов в учебном новом году. И сегодня я вам желаю плодотворной работы, чтобы мы вместе с вами обсудили самые важные и сложные вопросы в системе образования. Нашли пути их решения, поставили для себя задачи в новом учебном году. Основной доклад «Эффективные механизмы новой общественной государственной системы воспитания детей» реализация стратегии в 2015-2016 учебном году представила Елена Гонзюкова. Эта тема очень важна с точки зрения правильного целеполагания, определения муниципальных приоритетов и задач на новый учебный год. В новом учебном году пятиклассники начнут обучаться по новым стандартам в штатном режиме. В школах района созданы все условия для организации образовательного процесса, соответствующие федеральным требованиям и образовательным организациям. Большое внимание уделяется подготовке педагогов к работе в условиях реализации новых стандартов через организацию курсовой подготовки и методического сопровождения методистами информационно-методического центра. Наш район активно участвует в реализации и постановлении правительства Хабаровского края в части предоставления образовательного кредита. Наши учители растут в таких 10 и под программу сберегательного капитала специалистами заключено один из договоров. За последние два года к началу учебного года в возрасте образования прибыло 50 молодых специалистов, в их числе 24 человека по целевому направлению. В новом учебном году в рамках усиления компонента предполагается сосредоточиться на конкретных направлениях. Духовно-нравственного воспитания и гражданско-патриотического воспитания с целью помощи в обретении духовных корней и осознании себя частью великой страны. Приобщение к культурному наследию и популяризации науки в целях формирования отношения к знанию и культуре как мощному личному ресурсу. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение с целью расширения стартовых возможностей и жизненных шансов наших ребят. Физиологическое и экологическое воспитание с целью повышения жизнестойкости и формирования ценностей своей и чужой жизни. В ближайшее время будет принята новая государственная программа патриотического воспитания. В новом году предполагается, что четыре государственных праздника – День России, День Народного Единства, День Победы и День Воссоединения Крыма с Россией – составят каркас, на который надо понанизывать целую систему воспитательных событий. О результатах и перспективных направлениях работы Управления образования по повышению качества патриотического воспитания детей и молодежи в Амурском муниципальном районе донесла Наталья Козлова. Также со своим докладом о дополнительном образовании детей как основном ресурсе системы воспитания выступила Елена Рязанова, главный специалист Управления образования. Позже прошла церемония награждения педагогических работников образовательных учреждений Амурского муниципального района, а также чествования молодых специалистов. Педагоги поделились своим мнением о проведении августовской конференции. Ну, сегодняшнее совещание нам дало, как бы, мы много сегодня узнали о нашем новом образовании, инновационных идеях, которые мы сегодня, как бы, увидели наших молодых специалистов, да, которые мы видим каждый год. Уже вот третий год, как я приезжаю на конференцию. Можно сказать еще, что приятно видеть те лица, которые у нас заслужены, да, сегодня было награждение, очень много людей, которые заслуженно получили награды сегодня. Ну, в принципе, что могу сказать? Я считаю, что нужно это мероприятие, его нужно проводить каждый год. Я желаю молодым педагогам, конечно, самое главное-то терпение, потому что тяжело, это очень тяжело, учитель, это профессия очень тяжелая, как бы, потому что сейчас более все новые технологии, да, мы сейчас ведем по ФГОСу, новые уроки, то есть все для пятого класса, сейчас у нас, допустим, вводится ФГОС в школе. Для учителей это все новое, приходит молодой специалист и начинает вливаться в поток, да, работы. Ну, конечно, у нас есть наставники, которые у нас ведут его, берут и ведут дальше, да, как бы, по жизни, пока человек маленький, вот он приходит еще молодой, он работает. Ну, конечно, хочу пожелать молодым педагогам, самое главное, это хороших учеников еще, чтобы действительно дети хотели учиться, и ему было хорошо с ним работать, как говорится. Ну, и любили, уважали, естественно, дети своего, допустим, классного руководителя, который пришел молодой еще, который еще, как бы, не знает, дети все новые, с ними знакомиться. Ну, можно сказать, что самое главное, это самое главное, русское терпение. Я думаю, что августовские конференции, которые проходят ежегодно, обязательно нужно, потому что на этих мероприятиях мы чествуем молодых специалистов, которые заключают с нами договора. Дальше мы видим приоритетные направления на следующий учебный год, ну, и также мы на награждение, которое подаем на учили, тоже получаем награждение, все это нужно обязательно, такие мероприятия, и приглашаем своих педагогов на награждение различного уровня. Я работаю с 2001 года директором школы, поэтому, ну, порядка уже 14 лет езжу на эти мероприятия. На этих конференциях я, наверное, уже где-то порядка около 10 молодых педагогов встречаю на этих конференциях, поздравляю их и даю напутанные слова, поэтому для меня это очень важно. И хочу, конечно, чтобы в дальнейшем, чтобы молодые педагоги не боялись нашей сельской школы, шли, у кого есть призвание, и чтобы, но школа всегда их окружит. Внимание, все это мы ждем в сельской школе молодых педагогов. Молодой специалист Татьяна Шатохина поделила своим мнением о мероприятии и рассказала, почему она выбрала данную профессию. Я познакомилась с многими людьми, с администрацией, с других школ, с других поселков. Мне нравится история, я люблю общаться с детьми, со школьниками. История – очень интересный предмет. Нужно знать будущее, прошлое и настоящее. И я думаю, то, что для детей это очень важно сейчас. Практика у меня была очень интересная. Первый урок у меня был такой расплывчатый. Я вообще ничего не поняла. Но потом меня начали, мой руководитель, хвалить, говорить, что я молодец, у меня все получается. И у меня как-то поднялся дух, и я поняла, что это мое. Хотя на первом курсе, когда я поступила, я думала, что это не мое. Я думаю, я никогда не буду работать с учителем истории. Но после практики определенного какого-то времени я поняла, что это очень интересно. В завершении торжественного мероприятия для всех присутствующих выступила Надежда Баталова. ПЕСНЯ ПЕСНЯ После торжественной части педагоги постили Амурский гидрометаллургический кабинет и Шпоновый завод. Между городскими и сельскими школами.